Слава с локацией, и вы получите продукты, которые не нужны, не нужны, не нужны. Пожалуйста, приветствуйте! Я хочу начать с словами одного американского генерала. Моя обязанность говорит, что ваша обязанность лучше. И я надеюсь закончить со своей обязанностью раньше, чем вы закончите за своей. Поворот Томаса и прецессия Томаса, о котором я сегодня собираюсь рассказать, ну, как бы имеет налет некой таинственности, некой парадоксальности. Вот, когда в свое время Томас открыл эту свою прецессию, это произвело большое впечатление, большое удивление, даже на таких метрах теоретно-фетинусе, как Айнштейн и Пауль. Никто не ожидал, что теоретические эффекты, вместо того, чтобы давать маленькую поправку доли процента, изменят результат в два раза. И после этого, с тех пор, считается, что Павро Томаса, прецессия Томаса, это некая таинственная вещь, некая парадоксальная вещь. Так, вообще, надо сказать про парадоксы теории относительности. Вот теория относительности уже больше 100 лет с нами присутствует, и, казалось бы, за это время уже стало ясно, что искать парадоксы теории относительности или логическое какое-то несоответствие, это то же самое, что искать логическое несоответствие, например, в геометрии Лубачевского. Ну, кстати, сам по теории относительности, можно сказать, что есть неуклидовая геометрия, это из геометрии Минковского, правоцарство времени. Несмотря на это, известно, что человек-пунтар, он не может смириться ограничениями даже с теми, которые природа на него накладывает, и постоянно люди ищут логические противоречия, там парадоксы теории относительности, и порой, по их мнению, ели на пути. Тем не менее, некоторые парадоксы, в кавычках, они очень полезны, потому что разбор этой ситуации, почему нам кажется, что этот парадокс существует, обмажает некоторые наши непонимания, некие наши предрассудки, которые основаны на ньютоновской интуиции. И, следовательно, разобравшись вот таких интересных парадоксов, мы уже больше понимаем всю самую теорию относительности, больше начинаем разбираться в основах. положения. И парадокс Мокану как раз принадлежит таким интересным парадоксам. Ну, он сформулирован в первой работе, в 86-м году. Он давно прошел, и ему просто удивительно, что для него люди, как и не акцентировали на это внимание. В чем этот парадокс состоит? Корни парадокса Мокану лежат в теории относительности. Вот в общем, видите, вот этот закон сложения скоростей вот здесь написан. И здесь можно заметить, что когда скорость, которую мы складываем две и две штрих, если они не полинярные, не лежат в одной плоскости, так что эти верховные произведения отлично от нуля, то видно, даже в невооруженном глаголе, это выражение неконмутативно. То есть, если мы переставим две и две штрих, не получим тот же самый результат. кроме того, этот закон сложения и неассоциативен. Это так сразу не видно, но тем не менее, Унбран там где-то 20 лет назад показал, что это закон сложения неассоциативен. Ну, в принципе, забегая вперед, это научит на мисс, что в принципе вот такой закон сложения скоростей может дать некий интерес логебречерскую структуру на этом сфере допустимых скоростей мы знаем, что теория относительности величины скорости не может превысить скорость света. То есть, если мы рассмотрим все разрешения скорости, это будет некая сфера в эпидемном пространстве. Этот закон сложения скоростей задает некую логебречерскую структуру на этой сфере. Эта структура довольно интересная, но кроме Унгара как бы люди мало прошали это понимание. А в чем же церковь арабок состоит? Вот рассмотрим три системы отчета взаймом движении. Вот система С как бы у нас есть неподвижная система система движется в долг ек со скоростью г и система относительно системы движется в долг ек со скоростью г теперь мы спрашиваем чему равна скорость системе с2-штрих относительно системе ек легко это можно получить из закона сложения скоростей мы хотели использовать общую форму которая там была написана и вычисляем и получается а вот такие компании которые здесь скорости а вот они приступили сами теперь мы можем спросить а к чему равно скорость системе с относительно Mohammed это мы видим немец он тоже может повседать с помощью данного в этом направлении со скоростью минус вид штрих, а относительно системе штрих в системе S плюс в этом направлении системы минус штрих. Используя этот факт, можно посчитать скорость, и он получается в компоненте уже вот такой. И здесь мы видим, что вот этот скорость у и у штрих, не связанных с таким соотношением, что у штрих равно минус штрих. И как бы здесь возникает принцип взаимного обратного скоростей, который состоит в том, что если система E' движется относительно системы S скоростью v, то система S относительно системы E' движется со скоростью минус v. Которые немножко умеют, использовали при беременной этой формулы, когда рассматривали движение E' относительно S и E' относительно S. То есть вот парадокс Макамо в том, что некоммунитативное законосложение скоростей в релятивизме приводит как бы в противоречие конфликту принципу взаимного обратности. И в своё время я там Макамо думал, что это действительный парадокс, некеологический E' относительно, но как всегда потом выяснилось, что это просто некое непонимание. Но пространство тоже относительно. Это, как видите, нас не удивляет, потому что и в преобразовании Галерея Х тоже и превратится. То есть как и пространство Галерея Физика тоже относительно. Но это относительно с превианного характера. То есть в Галерею Физике можно представить так, что всё погружено в абсолютном пространстве, все инициальные системы движутся относительно этого пространства. Это абсолютное пространство содержит некий эталон параллелности. По этим эталонам мы можем все после разных инициальных систем отчёток как сказать, синхронизировать, становить параллельно друг друг. А и после этого уже сравнивать вектора, трёхмерные вектора в разных инициальных систем отчёток. Теория относительности уже не так, потому что в теории относительности В пространственное время теряют отзывно свою объективную сущность. Объективную сущность, с теми отчета, наблюдатель этот объективный сущность зашибляет на субъективные сущности, которые называют пространством и которые называют временем. Отель XX века уже практически, кроме первых десяти страниц, например, какую-нибудь интересную книгу по алгебраистской геометрии прочитать, потому что идут сплошные определения, непонятно, откуда эти определения возникнут, как мотивация, не ясно и так далее. Поэтому вот я думаю, что, и удивительно, что несмотря на это, все равно новые идеи математики проникают в физику. Я даже не представляю, каким образом это происходит. Но мне кажется, что это взаимодействие будет более правдотворным, если математики вернутся к такому человеческому стилю изображения, где все сбалансировано, которым не придерживались великим математикам XIX века, хотя бы и тот же самый Клейнер. Вот на этом позвольте закончить.